На РТВ и Международные новости я Сергей Кения, здравствуйте. Фабрикация. Так, президент Сирии Башарасад ответил на обвинение Запада в применении его армии химического оружия. Трагический инцидент, приведший к гибели десятков человек, в числе которых много детей, произошел 4 апреля в городе Хан-Шейхун, провинции Идлиб. По версии западных стран, сирийская авиация в ходе бомбардировки применила газ Зарин. В ответ на химическую атаку Пентагон нанес ракетный удар по правительственному аэродрому Шайрат, что вызвало гневную реакцию российских властей. Как и Москва, Дамаск тоже считает, что трагедия в Хан-Шейхуне стала лишь предлогом для США. Хасад полагает, что Соединенные Штаты инсценировали всю эту историю. По его словам, Сирия не обладает химическим оружием, а даже если бы и обладала, то никогда бы его не использовала. Президент также заявил, что Дамаск выступает за беспристрастное расследование трагедии в Идлибе. Определенно, стопроцентно для нас это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности США, находится в тесном сотрудничестве с террористами. Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки. Отвергают причастность к применению против сирийцев отравляющих веществ из Соединенные Штаты. Обвинения прозвучали сегодня в связи с предполагаемым инцидентом в провинции Дей-Резо. Как утверждают в Дамаске, накануне вечером возглавляемая США коалиция атаковала склад группировки «Исламское государство», где якобы хранились химические вещества. По данным военного командования, погибли более 100 человек, в основном мирные жители. Но в самой коалиции утверждают, никакого авиаудара по складу боевиков их самолеты не наносили. Как заявил официальный представитель штаба полковника ВВС США Джон Дориан, ни в указанной области, ни в указанное время операция не проводилась. Озвученную дамасском версию он назвал дезинформацией. Между тем, в Турцию, по сообщениям мировых СМИ, отправилась группа экспертов Организации по запрещению химического оружия. Ей предстоит собрать биометрические образцы в рамках расследования предполагаемой газовой атаки в сирийском ИГИБе. Представители ОЗХО также намерены опросить выживших в ходе трагедии. В самой организации комментировать сообщения отказались. А вот в Москве заявили, Россия внесла для рассмотрения на сегодняшнем заседании исполнительного совета ОЗХО предложение по привлечению дополнительных инспекторов для расследования инцидентов в Ханше и Хуне. Мы за то, чтобы инспекторы транспарентно, независимо, профессионально посмотрели и на аэродром, откуда, как утверждают наши западные коллеги, были подняты в воздух самолеты с химическим оружием, но также, чтобы инспекторы посетили и то место, куда нанесены были удары. Только вот такая инспекция может быть объективной. Если хотят только односторонние шаги предпринимать, значит, что-то знают. Российские власти нарушили право заложников Беслана на жизнь. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, рассматривавший иск пострадавших и родственников погибших в результате теракта 2004 года. ЕСПЧ удовлетворил коллективную жалобу, поданную от лица 409 человек, постановив, государство не справилось с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей. Суд также счел, что силовики не сумели спланировать штурм, захваченный боевиками школы так, чтобы минимизировать риски для заложников. Необоснованно были применены танки, гранатометы и огнеметы. Власти также не смогли обеспечить эффективное расследование трагедии. По решению Страсбурга Россия должна выплатить ИССАМ в общей сложности примерно 3 миллиона евро. В Минюсте страны, впрочем, уже пообещали обжаловать решение Европейского суда. Не согласились с его оценкой в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва предпримет все необходимые правовые действия. Куртка о других важных мировых темах. Грандиозное событие ко дню рождения великого вождя в Северной Корее готовится в субботу отметить День солнца – 105-й юбилей основателя КНДР Ким Ир Сена. Для этого в самую закрытую страну даже пригласили около 200 иностранных журналистов, но не уточнили, что Пхеньян готовит. Американские специалисты не исключают, что режим Чучхи может взорвать ядерную бомбу. Об этом, по данным США, говорит активность в районе горы Мантапсан, где Пхеньян предположительно проводит свои подземные испытания. Масло в огонь подлил премьер-министр Японии. Синдзуаба не исключает, что Северная Корея способна запускать ракеты с боеголовками, начиненными нервно-паралитическим газом «Зарином». Существует вероятность того, что Северная Корея уже имеет возможность доставлять ракеты с «Зарином» в качестве боеголовок. Нам нужно сделать все для того, чтобы не позволить КНДР развиваться в этом направлении. Нам нужно убедиться, что Пхеньян понимает, что у него нет будущего, если он продолжит бросать вызов мировому сообществу. Американский сапог в Йемене. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис не исключил возможности отправки на юго-аравийского полуострова ограниченного контингента военных США. По его словам, Вашингтон обеспокоен деятельностью местной ячейки Аль-Каиды, как и других экстремистских группировок, действующих в Йемене. Дэвис также сообщил, что за прошедший месяц американцы осуществили более 70 рейдов против радикалов. В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и шиитскими радикалами-хуситами. Этим пользуются террористические организации, в том числе Аль-Каида и Исламское государство. Тысячи евреев собрались сегодня у стены плача в Иерусалиме для участия в массовой молитве за народ Израиля. Это религиозная церемония. Благословение коэнов – одна из самых важных в иудаизме. Она проводится два раза в год – вне Песаха и Суккота. Считается, что совместная молитва защищает еврейские народы, помогает ему выживать и сохранять единство. Тысячи представителей древнего рода коэнов – храмовых священников, считающихся потомками брата Моисея Аарона, в своих молитвах вспоминают службы, которые велись при первом и втором Иерусалимских храмах. У меня на этом все. Следите за развитием событий на РТВ и у моих коллег. До завтра и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова